Память, что написано, это обо мне, что я, что мне было, что я как лечила, что Матушке Марии, как мне это все это, вот это вот как-то надо все это, а тебе дам другое, а тебе дам другое-то там ее, на эту. Я о Матушке Марии описала, а там о себе, как меня искушал дьявол, как я просера сожгла, как я причащала, где дыму лежала, вот тут все, вот тут будет память вам. Так ты считать это же не будешь, вот это, это прочитать ты не можешь. Ну это долго. Ну так вот о чем и речь-то, а еще долго ты прочитаешь. Потом я говорю, может на занятия как. Да нет, уж твоим был голосом на занятиях, прочитаешь завтра? А-а-а. Ну да. А завтра будет занятия? Конечно, завтра воскресенье. А это тебе. Спаси Христос вас, Матушка. Я сделаю. А ты там ее, это, на эту. Я сделаю, я все уложу и все это. А Коля ко мне подходит и говорит, а меня к Матушке Серапиме возле. Кто, кто, кто? Коля, Коля, а меня к Матушке Серафиме возьмете сходить? Молодец. К Матушке Серафиме. И вот, ну и что, Игнат Тихонович. Мне кажется, ее не надо тревожить. Не надо. Ей здесь подруг нету. Вот, а ты приходишь-ка там, а я тебе с первого дня сказал это. Да. Я с первого дня говорил. И тебя тянуть не надо. Тут и все мужевые, все только срево набивать, больше ничего. Вот, у тебя там есть подруга? Только есть. Старайся не к молодым, а старайся к пожилым. Вот такая же подруга, как вы. Вот и не теряй. И не ищи тихой пристанищи. Господь сказал, в тихом пристаних любой спасет, а ты спаси душу буйную. Вот, если у тебя, ты нашла Матерь Божия, да? Да. Она тебя внутри не теряет. Ты там на коленечке стоишь. Здесь нельзя. В определенное время. Я любила на коленечко, когда я там была, да я и поклоны, и поклоны, и на коленечко. Будь Матерь Божия, все управит. Управит, моя хорошая. Сиди. Хорошо. Спасибо, Христос, за Ваше доброе слово. Вот так вот, никуда не, это, мама, папа есть там у тебя? Нет, они давно умерли уже. Мама 4 года, а папа уже 27 лет. Духовную вот эту мать не теряй. Господь сказал, если, говорит, вы сошлись с уху по духу, не теряйте. Да, это главное в жизни. Больше ничего не надо. Какой-то тебе это, ты посоветоваться должна. Товарища и подруга должна быть. Вот. Ну, это. Как ее, говорит, найти эту духовную, да? А ты, говорит, что-нибудь малое поделись, и если ты это услышишь, то уже больше отойди. Друг, пусть, говорит, всякий будет, а советник один из тысячи. Вот. Вот. Вот так, моя хорошая, сиди и с этой бабушкой не теряйте. Она мне говорила, как так, Марина хочет, а вы ее не оставляйте. Когда маленько сказал, и она тогда отступилась. А сейчас все больше и больше. А сейчас Господь открыл все. А вот открыл. Открыл Господь. Слава Богу, слава Богу. Я ее хотела для себя. Представь себе, она мне под руку. Представь себе, говорю, а здесь не с кем поделиться, нет подруг у меня. Вот к Игнату и прибегу или к батюшке, вот у меня еще больше ничего. А теперь все Господь открыл, не тяни, не тяни, моя хорошая. А за нее, главное, ходатайствует разная, там, матушка, Надежда Васильевна. Я говорю, сиди на месте, сиди. Ваша сила, Господь говорит, сидеть на месте. Да. Да, моя хорошая. Квартиры решишься, а он будет бомжом болтаться. На каждом камушке, говорит, когда ты там обращаешь, рост дает камушек. Так, коли у тебя закончат тут, тебе его надо куда-то везти, где-то его надо доканчивать. А у тебя нам там все, да? Да. Вот. Слава Богу. Слава Богу. Господь нам. Господь нам. Так вот, батюшка, отец Аким и батюшка, отец уже духовный, как отец мой. Вот потому что это по воле Божьей все произошло. И я очень благодарна Богу, Матери Божьей, всем святым и ангелам Божьим, что Господь сподобил меня сюда приехать. Я все бросила, все приехала ради человека, которого я полюбила вот с первой минуты. Ты приняла здесь полное погружение. Погружение. Вот это самое главное. Ты сделала все. А молиться везде можно. Везде. И я на каждом месте, в любом месте. Везде. Везде. Да. Слава Богу. Я рада быть. И я думаю, как же я к Марине, как же не успею, говорит, туда-сюда. А вот я сказал, сегодня мы пойдем. А когда она уезжает? Завтра. Завтра утром в 5 утра. Они, чтобы утром там быть на богослужении, в Барнаульской общине. Она не была, она увидит людей. Ее заочно уже там знают. И ты уже оттуда выедешь? И оттуда уже поеду. Вот. Звонить? Не звони. Я сама тебе буду звонить. Не звони. Мы будем сообщаться. Хорошо. Где письма, письма, где хочешь. Я буду знать о тебе, а ты будешь знать обо мне. Хорошо. Хорошо, матушка. Я обязательно, как приеду, напишу вам письмо. Как доехала, что нового у меня. Я обещаю, что писать вам всегда буду. Вот. И так мы будем сообщаться до моей смерти, чтобы ты знала, когда я умру. Если приедешь, когда я отойду, если ты сюда приедешь, придешь на могилочку, помочь ее немножко. Да, конечно, приду, матушка. Конечно, приду. Да, слава Богу. А ты знаешь, что у нас сегодня субботник был. Мы все работали. Вчера привезли у меня щебень. Ну, у вас там щебель много было. Все. И все собрались. И Володя ваша была с лопатой, да с ведром. И все, мы в трассу выправили. Сейчас по ней и едут все. Вот я и у нее спрашиваю, ну, что теперь дорога. Все хорошо, хорошо. Хорошо. Я говорю, там я видела, дробленка была. Все это, говорю, все это. Слава Богу. Не живи-ка для себя. Да. Так сказано. Да. Живи для Бога. Да. Мы стараемся улучшить условия для людей, которые здесь живут. Тут дорогу сделали внизу, сейчас деревню сделали. И там, где у нас пруды. Вот это будет память. Память. И дорога сейчас прямая на Шарщину. А то ездили туда, а ехать надо туда, на Урывку. А сначала туда вокруг. А сейчас туда 8 километров. А так почти 30 километров мотали. А ты была, я тебя провез везде по прудам. Все показал. Вот это тут памятка будет. Она на Чуле будет памятка. Да. И так Ян-то Тауз пишет. Не то, чтобы там это на пленке. А ты запиши, говорит. Вот она где. Вот так и я бы хотела. Не надо будет вот это вот. Не люблю я вот это вот. Ну мало еще не любишь. Смирись, покажи смирение. Я тоже кое-что не люблю, а делаю. Ну это еще от Бога. Да, конечно. Это Бог дал талант. Талант дал людям. Ну раньше же не было. Ну смотри, к нам приезжает Михаил Масленников. Фотограф. Да. А он фотографирует, когда потеряр служит в алтаре, фотографирует. И кто-то из священников, ну раньше же не было так. Патриарх сказал, перестаньте. Это наша история. Придут люди, внуки, которые ничего знать не будут. Они посмотрят и увидят. Патриарх Алексей Второй. Так что нам тут надо согласиться. Еще одно, это, напечатка. Ян Кронштадтский, у него везде фотографии видим. Да, да, да. Напечатка одна есть. Да ладно, нищий, время не теряй. А то мы скоро уйдем. Я и хочу, у меня напечатка есть. Так, за каждую работу, ты должна, может быть, сейчас ты на бум скажешь, Господи, благослови и пошли мне твою святую помощь, чтобы я могла совершить во славу твою. Вот эти вот, она у меня есть напечатка тут. Ну ладно, мы и так знаем это дело. А я ей говорю. А она услышит, это у ней будет, слова-то остаются. Она это будет видеть, слышать ваш живой голос. Вот надо думать о чем. Ну вот я эти, а вот ушную молитву ты не забыла еще? Нет, не забыла. Ты Господь. Да, да, ты Господь неба и земли. Ты будь моим отцом, значит, пошли мне свою руку святую. Ой, Господи, по-моему. Господи. Царь небесный, будь моим отцом. Царь небесный. А, небо и земли, будь моим отцом. Будь ты, а, небо и земли, будь ты, не. Я вспомнила, я вспоминаю ваши слова, я стараюсь произносить. Это ужно было. Это ужно было. На разделке просил, расстаю. А у меня откровение. Когда, говорит, упадешь, какой грех. А ты вот эту молитву говорю. Господи, ты царь небесный, земной. Будь ты мне отец родной. А пасы ты мне подай руки твоей святой. А Матерь Божия, говорит, так будешь, говорит, владыцца наша мать, излей свою благодать за твое моление. Дай мне падшее исцеление. А я еще тут добавляю, дай мне зрение, ушкам слышание, а души спасение. А язвучка моим исцеление. Это уж моя добавка. Ну да. Господь не осудит за такую молитву. Господь не осудит за такую молитву. Да это ужно, я ее нигде не читала. Вот она говорит, дай я перепишу. Я говорю, не надо. Мне это на ужно дало. Может быть, ты, я говорю, это. Она вот, видишь, это. Ну, слава Богу. Да, слава Богу. Слава Богу. А теперь же не знаю, когда мы весь видимся. Бог и знает. Моя дорожка уже туда. Ну, как Господь устроит, я на тот год собираюсь. Как Игнатий Тихонович благословит меня. Мы общаться с ним будем. У нас есть теперь связь с ним. А как ты в деньгах? Ну, всяко, матушка, бывает у меня. Ну, Господь, слава Богу, не оставляет меня никогда. Не оставляет. Ну, ты вот инвалидность получаешь, да? Ну, я, да, я на пенсии по инвалидности. Я инвалид детства. Ну, маленькая, да? У меня вместе с коленой дотацией 9800. Вместе с коленой дотацией. Да, слава Богу за все, да. Слава Богу, да. Слава Богу. Да, так что вот. В общем, если жива будешь, то на тот год хоть приехать. Я обязательно приеду сюда. Обязательно. Потому что здесь благодатное место, благодатные отцы. У меня заметное исправление у ребенка. Он по наказанию на первом месте стоял. А сейчас целыми днями, ну, все-то копается. И вчера наказали, что он в 40, или сколько минут ты там задолжал? Сорок. Сорок. Сорок минут задолжал что-то делал. Ему подсчитали после обеда. Он отдыхает и говорит, а почему я после обеда работаю? Потому что ты задолжал. Когда надо было работать, ты щепкой баловался. А Володя подсчитал. И он знает, работать надо хорошо. Я не считал, а то он сам считал. А то он сам сосчитал. Вот как? Ну, вот теперь вот давай это, как? Они с мужем неразведенные жить? А? Нет, неразведенные еще. И они венчанные, да? Да. Вот. Они венчанные. А как вот она? Ну, надь, с телом, я говорю, не соединяйся. А как? Он уже ей не муж? Ну, если он ее оставил, то что? Кто он ей? А кто у вас оставил? Он оставил тебя? Да, он ушел. Писание говорит, что если желает развестись, ты свободна. Понятно. Если ты не виновата, ты не ушла. А он тебе. Нет, он ушел, да. Все? Все понятно. Ей не надо его принимать обратно. Я теперь понимаю, поняла. Не надо никак. Да. Он тебя обольщает будет. Ты такая простодерная. А ты его даже слова не слушай. Не слушай, иди в другую комнату молись. Или ребенка за руку. Иди прогуляйся. Да, Дань. Да, ну вот я же хотела как бы развестись. Мы с батюшкой, с отцом и Акимом разговаривали. Батюшка говорит, что развод тебе ничего не даст. Как бы разводиться и не стоит. Ну, в принципе... Развод даст. Развод даст. Ему присудят платить за ребенка. Я получать элементы буду. Я уже подала на элементы. Ну, вот и все. Ну, и тогда еще и оставь все. Пушка станет и так. Как вот батюшка сказал, так оно тебе ничего не это... Не обновиться что-то есть. Он сказал, ничего не изменится. Все, Саша. Как бы ты какой-то грех не сделала. Матерь Божия всегда на это. Вот она, матушка наша. Да. Вот вот Акафик. Все, какой бы ты грех не был. Матерь Божия, держись за Матерь Божия. Она и это... Наша заступница, наша покровительница. А ты ее нашла, у тебя есть посолки, Матерь Божия. Вот. А вот... А вот эта вот... У тебя не такая, Матерь Божия? Нет, я не могу слышать. Да. Это у меня тут... Посмотри, где вы слышали. Найди его. Нет, у меня не такой, но они... Нет, не такой у меня. Псалмы здесь. А псалмы точно такие же. Псалмы, кофизмы такие же. Абсолютно. Да. Что, Коля? Выключатель, где у вас? Свет. Эти... Коля. Иди туда. И усинки сюда. Направо, направо, направо. Направо, вверх, голлазами. И самый кратый. Сейчас я... Не надо все. Нижний, нижний, нижний. Ой, к стенке, которые... Первый будет в зал, вторая, вторая, сюда. Вот. Все. Вот так. Вот эти псалмы. Когда самое, что мне было это, Псалмы введение, когда... Вот она у меня, княжоночка. А я ее читала. А потом уже бросила читать. Мне сейчас хватает уже, да не время. А здесь псалма. И вот, когда я вижу... А что это такое? Это псалтырь Божьей Матери. Зинка говорит, в печку. Это абсолютно запрещенное. Это для церкви. Для церкви и дома. Потому что это иначе, говорит, как богохульство мне назовешь. И патриарх все знают. Все говорится о Боге. Кто-то взял, применил к этому. Я священнику рассказал. Он говорит, да как же я не увидел этого. Если живые помощи, они ее переделают под Божью Матерь. А Бог говорит, славы моей никому не дам. И поэтому она не только для церкви. Она нигде не продается ничего церковной. Нет, мы в храме же покупали. Ну, какие это в храме покупают. В храме еще не продают-то они. Там продают такое, даже говорить не надо. Это по правилу у вас. У вас тут вот такая правила. Нет, нет. А батюшка Катин смотрел. Для церкви, говорит, оно не читается. А для дома, говорит, может читать. Но если ты не понимаешь, о чем читать. Псалтырь одна. Кто ее написал? Кто? Псалтырь Давида. Знаем. Псалтырь Давида. Блажен муж. И женеиде на Совете счастливого. А эту кто написал? По сегодняшний день никто не знает. Тут пение. Кто написал? Автор. Кто? А там написано, наверное, написано. Ну, кто? Никто не написано. Никто не знает. Дальше. Считал ли ее там в Янкраштадске? Кто-то. Игнать о причинах нет. Этого нигде нет. Почему? Все, что относится к Богу, они переменили к человеку. Христианинский. Дай-ка я посмотрю. Христианские песнопения составлены по подобию псалмов. Подобия не может быть. Понимаете? Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. И сказать эти слова никому не дано. Исайя, пророк, говорит, славы моей никому не дам. Я, я, Бог, единый Бог. Дважды, говорит, я. Нет. А это трудно от этого отстать. У нас в псалфейе Давида Разимаева 150 псалмов. Здесь тоже 150. Да, это все подделка. Еще раз говорю. Я со священником беседовал. Сейчас посмотрю. Отец Семен в Барнауле. И объяснил им, что издание осуществлено международным издательством церкви. Международным. Так. Отпечатано. Так. Это еще не нужно. Вначале, вначале надо смотреть. Вначале. Давай, сейчас мы начальное посмотрим. Нет, нет, дальше. По подобию. Международное издательство. По славу святые. Вот, вот. Кто написал? Пресвятые царицы. Где? Христианские. Да, да, да. Это Погородицы. Сейчас, сейчас, сейчас. Нету. Нету. Нету, да? Нету. Нету. Нету богословения патриарха. Ничего нету. Угу. Нету. Так. Вот твои... Это что угодно могут говорить, но никто не знает авторства. Смотри. Помилуй меня Божью, помилится и милости Твоей. Он умер за нас. Здесь так. Помилуй меня Госпоже, я ко Мате милостивую. Миловать только Бог может. Это люди, которые понимают это дело. Но Мать, она милостивая. Но она милостивая. Но помиловать, просить, ее самое надо было прощать. Бог. Он ее избрал. И она говорила, да будет мне по слову твоему ангелу, сказала. Гавриилу, да. Не по ее слову, а по слову ангела. И далее. Завешивайся и помножи щедрот твоих. С большой буквы. Помози очиститься мне покаянием от беззакония моих. Излей благодать твою на мя. Изливать благодать может только Бог. Благодать только у Бога, который изливается. Далее. Обо мне. Я, как беззаконимо исповедую тебе, пред тобой винно себе притворю владычество. Никакого Бога нету. Это богиня неба и земли. Составили. 50-й псалом. Помилуй меня Боже. А здесь помилуй Богородица. Она сама нуждалась в этом. Нет. Все согрешили. Все до единого. Писание говорит. Нет праведного. Нет ни одного. Почему? Ибо в ангелах Бог усматривает нечто. И на солнце Он видит пятна. Зачем бы это Сирахов говорил? Понимаете как? Подделка очень хитрая. Когда является сатана, то он не рога показывает. Вот ты каким хочешь выйти замуж, кучерявый парень, такое будет. За богатого банкир будет. Вот печаль сатаны Мария Карелия. Она об этом опять пишет. И святые говорят. А может показать Божью Матерь? Может. Сатана показывает. А может Христа показать? Показывает. Житие Исаакия, Печерского. Это неоднократно. А может Крест показать? Крест не может. Нет. Крест нет. Иоанн пишет об этом. Не может показать. Почему? А у него материала нету. Материала. Почему? Смирение. Крест. Он. То есть. Крест он один. А Христа оно в разных образах. Ученики даже Христа не узнавали. Просто странник. А когда хлеб преломил, они узнали. То есть Христос многократно и многообразно являлся людям. Послание к евреям апостол Павел пишет. А Крест всегда один. И поэтому распятие Христа, если ты видел Крест, это сон от Бога. Иоанн Косян и об этом пишут. Святым это открыто было. Вот смотри. Мы читаем. Живые помощи. Живущий под кровью Всевышнего, под сенью всемогущий опокоится. Говорит Господу. Прибежище Моя защита, Мой Бог мой, на Которого я уповаю. А вот читаем, что здесь написано. Вот. Псалом 90. Живые в помощи Матери Божьей. То, что обращение к Богу, перевернули к Матери Божьей. Да кто же это позволил? Это не как живущий под кровью Всевышнего. Это мы живем, а она живет под кровью Всевышнего. Она нуждалась в его прощении. Она знала, что он спаситель мира. И он сказал, что благословенно ты, и ангел это передал. И далее считаем. Католики сказали, что она рождена бессеменно, безгрешно. Православная церковь признала это ересью. Это ересь. Ересь. Почему? Все согрешили. Все до единого. Все лишены славы Божьей. Все до единого. Зачем бы Евангелие об этом говорило? Ни одного человека на земле не было и не будет. А если Божья Матерь умерла просто как до смерти Христа? Со всеми вместе. Первый, кому Бог открыл рай, разбойнику. Первый вошел в рай. Ян Златоуст подробно это описывает. Я знаю, к этому люди привязываются. Отец Семен Титов, такой священник был в Покровском соборе. Я достал вот такое. Я говорю, отец Семен, да это же подделка. Подделка не от Бога. Он говорит, да как же я мог так обмануться? Я говорю, не знаю, не бодрствовал. Вот такой вот он был. 153 килограмма. А ростом с Володей. Смотри. Вот 90-й Псалом. Живые в помощи Матери Божией под крепким кровом Ея во дворица. Под кровом Божьего дворица, не и я. Это, ну просто я бы сказал, богохульник мог писать только такое. И что? Адский противник, враг не повредит его, и стрела его летящая не коснется его. Яко много мощная владычица избавит его от сети. То есть Бога нету. Бог вообще не поминается, его нету. Она избавит от стрелы летящей. А что вы нам взяли? Откуда? Кто это позволил писать? Церковь не приняла это, как подделка. А дома можете, если в церкви нельзя, то и дома нельзя. Нигде нельзя, если оно не соответствует действительности. А батюшка так же. Дальше, смотри. Крылами своими покрыет его. Какие крыла? Ей крылья приделали. Откуда у ней крылья? Это написано, подкрыленные твоими, Боже. Он воссядет на Херемиф и полетит. Божьи полномочия отдали Богородице. Дальше. Вот запейте к ней, все в бедах ваших, и за вредная рана не приближится душам телесем вашим. Я иду вам всюду спасение свое. То есть она спасает, она все. Никакой грех не прощается только кровью Христа. Мы причащаемся тело Христово, не Богородице. И кровь Христа очищает нас от всякого греха. А где написано? Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Как это так? Ее крылья... Ну это выдумка. Я вот считаю мы, Кирилл Иерусалимский говорит, Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем даже. Не надо. А он обидится, не имеет значения. Мои слова должны сходиться из Библии, говорит Кирилл Иерусалимский. Если не сходится, не верьте мне. Я не придумал ничего. Дальше смотри. Песень вместо славы. Дальше. Говорит, представьте себе с помощью. Владыщество, прибежище, была если нам во всех нуждах наших, то есть Бога нет никакого. И ныне изливаешь из небес благодать твою на вся благая прошение наше. А еще ты милости твоя удержишь, грех наших ради. А обыдут нас... То есть, ей дали полномочия богине, она вместо Христа. Это подмена. Так вот и в откафистов скажено. Господь говорит это. Вот не могу сказать. Вот это вот придумали они. И автора нету нигде. Благословения нету. Патриархового благословения никогда не было. Да, они же издают. Это не мои книги. В откафисты, Господь говорит. Вот, скорбящей Божьей Матери. Давай. Давай. Вот я не найду как вот. Там ты вот это... Молись своими молитвами. Ну да. Вот не найдешь. Ну ладно. То есть, псалтырь это подделка. Псалтырь Божьей Матери. Матюшка так смотрел. Есть псалтырь одна. Ты говори. Псалтырь Давида. Я знаю, что она не пойдет. А дома... А в каком году? Куда она пойдет? Он ее в руках не держал, может. Куда она пойдет? В каком году написал ее? Кто? Нету. Кто написал? Там написано. Давыд. Евангелие от Ватфе, от Марка, от Луки, от Яна. Автор есть. Здесь нет автора. А почему он в сухой траве шуршит? Он никогда не дает имя. Подразумники, аватары заметят, когда нападают. Почему не сказать? Я православ христианка. Сергеева Марина... Все. Сергеева фамилия. Здесь нету. Вот у меня книги вышли, сколько? 43 книги. Все. Адрес, телефон, имя, фамилия, фотография. И звонят отсюда, из Америки, из Австралии. Люди просят книги. А здесь никого нету? А на кого сослать? А я не знаю. Да нельзя же так. Как это так может быть? А вот златоуст говорит. А вот пришел к тебе ангел. А я его не принял. Я не принял, побоялся. Я грешник какой. Бог не осудит. А если пришел, поклонился, как Исааки-то, а там куриные ноги. И они начали его как мячик перекидывать. И дальше он целый год не знал, как ложку держать. Это житие. А что было с Макарием? Иларион Великий стоит на молитве. Ну, немножко только задумался. И вдруг сзади, как на него скотто соскальзло. Заскочил, вот мы на шее иногда ребенка берем за ноги-то. И ударил его. Что? Овса захотел. А он себя ослом называл. Ты осел упрямый. А он знал. На молитве только чуть секунду одну отвернулся. Он уже заскочил на него и поехал. Это житие святых. Дмитрием Ростовским написано. Так что тут надо быть очень осторожным. Если ты не принял, ничего нету. Господь нигде за это не осудит. А почему, Господи, по страху к тебе. Кто я такой, чтобы ангел мне являлся? Вот мне никогда не являлся. Не было. Я боюсь этого. А если бы пришел, не поверил. Кто я такой? Меня Господь будет на молитву? Ангела посылает. Я доволен. Он на молитве у меня. То постучит, то шепотом скажет. Вставай. А мне один раз так, как петух крыльями. Захлопал, да. А у меня занавесочка была, как смазали. И я через эту, я соскочила, глянула. А крылья у него, головушка. Сижу за окно, я его увидела. Ангела. Не знаю. Вот не знаю. Вот это было. А разбудил у меня, как петух, крыльями. Что, как петух крыльями, такого нигде святых не было. Ни у кого. Ну, не знаю. Это что, дьявол пришел с крыльями? Он летает, он с крыльями. Он в поднебесном, он не по земле ходит. Духа в злобу поднебесной. Разбудил меня, слово Божье читать, да, дьявол? Нет. Не поверю, не говори. Он будет. Не говори. Он будет его, житья святых мечтаем у Никона. Будет на молитву. Вставай, молиться. Он отойдет меня сатана, я без тебя знаю, когда молиться. То есть они распознавали. Он на молитву поднимает. Только ляжет спать, с Симеоном так было. А он на молитву. А он головой, укрылся шубой своей. Это они враг, я знаю, когда мне вставать. Они распознавали, а мы можем попасться. Не знаю. Я говорю, житья, считаю, я их насчитывал. А вот что со мной еще было-то? Все ночное в день, моление, ночное в день, моление, да? Да. И думаю, как можно, я говорю, ночью молиться? Я еще не молилась. Думаю, так вот попрошу, а я просыпаю в 12 часов. В 12 часов, чтобы надо на моление. Я один раз взяла, три тубареточки поставила. Половичок положила, а в голова шкомкала так вот и легла. Легла я вот так вот на правый бок. Легла и руки вот так вот и делала. И что? Проснулась. Сколько я полежала, не знаю. Я открываю глаза. Я как чурка. Я как чурка. Глазами вижу, а руки мне вот так. Я не могу ни руки не вынуть, ни ногой. Ну чурка-чурка с глазами. Глаза вижу. У меня форточка открытая. Я вижу форточку. И лежу вот так вот глазами. Языком не могу. Иисусу молитву. Ну, все оберенело во мне. Онемело все. И я потом стала мыслями. Мыслями стала молиться. Иисусу молитву. Когда я вот это мыслями стала молиться, гляжу в форточку. Огненный шар. Бах. Вот ты вот родился. Вот тут мое все отошло. На мне было, я не знаю, как это. Огненный шар, это, как правило, демоны являются. Демоны. Вот это НЛО показано. Пасой, я теперь... А мне надо идти на просеры утром. Да. Я пошла в церковь. Церковь наша работала. Думаю, я вот это вот батюшке расскажу. Когда я пришла, там уже исповедь идет. На исповеди был батюшкин, это, другой батюшка приехал. Думаю, я все равно этому расскажу, что со мной это было. Как, почему это так. Когда я достояла до последней, стала последней, говорю, батюшка, я вот так вот так расскажу, что со мной было. И ему вот эту историю рассказала. А он говорит, ты, говорит, мыслями подумай. Ну, говорит, дьяволу было, говорит, тошно. Чтоб тебе встать на моленье, ему тошно. А он тебя, говорит, сковал. Ну, говорит, хорошо, что ты стала, говорит, мыслями. Он мне все разъяснил, объяснил. Да. Дьяволу тошно. Не дьявол отзашел, а это огней шару-тремленный дух зашел. И дьявола убил. Но ангел в виде шара не является. Вот заметь. Ну, не знаю. Двенадцать книг, вот таких вот, Димитрия Ростовского, «Жития». Не знаю. Это 1173 «Жития». Слушай, когда я их насчитывал, и в это время мне пришлось еще заниматься материалом Фатимской Богоматери, в Португалии. И она явилась там, Божья Матерь, в Листьеве, то, другое. Лицо никогда не показывает. Никогда. И они верят, что она молилась, она сказала, забота о России какой. Покорить католикам. Сегодня все уже открыто. И когда люди собрались, а людей было, говорит, там, наверное, больше ста тысяч. Дождь шел. И в это время, как круг какой над людьми, пал, пронесся, люди упали в грязь, и все высохло сразу. Это официально было перед мировой войной, перед первой. Молитесь о России. А сегодня, когда разобрались, кто это говорил. Некоторые снимали, кинопленка была, они все изъяли до одной фотографии. Падала сверху, как шерсть. Шерсть. Какая у ангела шерсть. А теперь, пишут, и пали, как розовые лепестки. То есть все переделали. А свидетелей было больше ста тысяч. Вся окрестность была в людях. А то в Португалии было. Ну это что, дьявол мне сковал. И дьявол мне раскалывал. Это огнем шар, и как огненной залетелой. Вот, вот это огненный шар, вот 9 человек. Я не знаю, говорю, шар еще, но как огненной залетелой. Это я не знаю, я рассказываю про другое, а не про твое. Я говорю, что в этом жизни было. И вот сегодня говорят, НЛО, вот группа Дятлова и Игоря, они пошли 9 студентов. Они мои ровесники были. Они пошли, там гора одна есть. И гора эта неприступная. Они решили ночевать. Их ждут день, ждут два, они палатку поставили там. Перечисляются имена, фотографии, все здесь. И когда уже охватились их на четвертый день-то, а тут пурга. Их всех нашли, все мертвые. У кого глаза вырваны, у кого язык. Изнутри тела, ничего нет на теле. А изнутри все перервано. То есть он внутрь зашел. И они исследовали, когда палатка изрезана. Это кто-то к ним ворвался. А когда следователь исследовал эту палатку, а женщина уборщица и говорит, так эта палатка-то изнутри разрезана. Почему? Да нитки-то куда направлены-то? Нитки-то куда? И когда начали исследовать, это прошло сколько? Это было в 56-м, допустим, году. Это больше 50 лет. И власть все засекретила. Я тогда выступил материал, выказал, что такое. И там видели, огненные шары летали. Там Нанси, такая нация, национальность такая. И там Ашаман, говорит, всю ночь бесновался. Все до одного погибли 9 человек. Опытные же альпинисты. Кто гнал их? Среди зимы видно, что босиком бежали. Что напугало? Он зашел, а они решили доказать. Да, Нанси, да, там было 9 человек погибли. Их тоже 9 было. После этого исследователи, 9 летчиков, кажется, погибло. И когда спросили, почему не 10? А у нас было 10, но один дорогой заболел, отстал. Это дело очень непростое. По сегодняшний день американцы, итальянцы исследуют. Ну что могло случиться? Молодые люди, сильные, здоровые, не болел ни один. И вдруг все мертвые. Все, то обожженные. Кто это сделал с ними? А теперь уже понимают. А они решили доказать, что никаких демонов нет. А вот он и показал. Он явился, и конечно, они с ума сошли. Резали палатку, выбегали и бежали. И следы-то все на снегу-то как давили, так и остались. Это богатые материалы где-то. И хоронить какого цвета они были, все почерневшие. Что с ними было? Я выступил, сказал. И когда показали этой Лыковой Агафьи, а они сколько там, лет даже 60 в тайге отдельно жили. Ей показали фотографию. Она посмотрела, я вижу, она держит фотографию Агафьи Лыковой. И говорит, а лица-то у всех черные. Они мертвецы. Бесы их убили. Она ничего не знает. Ну, что там в тайге знает. Лыков, там Красноярский край, а базар. А бесы их убили. Бесы разные бывают. Вот и все. И показывает как Агафьи. И там еще один есть вдовин, кажется его, или коровин. Одетый среди журналистов. И он говорит, это демона убили. Это демона убили. Да. И Агафью, главное, такую дали в тайгу. Летели на вертолете и показали ей фотографию. Она даже и гадать не стала. Она только глянула. А они уже мертвые. А ей не сказали, кто это. А потом постояла. А бесы разные бывают. Кто ей сказал это? Дух Святой. Старушки. Дух Святой. Дух Святой открыл. Ну, нам до этого не дойти. Конечно. Тут надо быть очень осторожным. Вот тут вот сказали на мне. Как они вошли. Я чувствую уже, как они вошли мне. Как они мне это. Ну, и все-таки Господь. Господь? Он допустил. Это допускает Господь. И вот Он допустил. Я просера пекла. Господь не пожалел сорок просеров. Да. Я их легла и я сожгла их. За мои грехи. Потому что среду-пятницу, это, как я ездила к матушке, вот, как она там, не будешь читать. Ладно, это длинный, все. Все. Как Господь отрывает, все. Батюш сказал, для церкви она не пойдет. Для дома так. Вот. И так, что вот, вот это то, что я батюшке рассказывала, как залетела огненная. И это. И Он все истину правильно сказал. Да. Ты что-нибудь надумаешь, а дьявол уже свое ставит. Да. И вот Он меня исковал. Он не мысли знает, он смотрит, какие признаки. Он профессор в этом деле. Ну. А все-таки я... А мысли он не знает. Мыслими я стала читать. Вот Он говорит, вот ты мыслими стал читать. Поэтому, говорит, вот этот вот зашел-ка тебе разбил это все это. Ну, мы делаем что-то и мыслим. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Павел говорит. То есть дьявол мысли не знает. Но он видит, как мы себя ведем, куда светимся. И он подсчитывает и понимает. Как хороший психолог. А мысли сокрыты. Они не даны ему. А как Бог один знает? Один Бог знает. Ну, мы вслух говорим. А как полезно вслух молиться? Ну, кому как. Иной мыслено воспаляет. А другому надо, чтобы считали и громко. Вот так. Я говорю конкретно. Вот, допустим, книжка. Я не первый раз не встречаюсь. Когда словами читаешь, то уже более понятнее. Ну, да. А мыслями станешь, он у тебя уже одаряет, ты уже и дымишь. Мыслями этой. И когда читаешь, то уже можешь. Как тихое веяние ветра. Вот у меня знакомая одна была, Долгова Анна. А муж у нее на авиационном заводе, Андрюша. И я, говорит, то в окно постучит, говорит. А потом стало тихо, шепотом по... Говорит, Анна, вставай на молитву-то. А один раз муж пришел, поздно, в избе холодно. Я только легла. И опять слышу, слышу, подходит, Анна, вставай. Я не встала и больше никогда не было. Ты больше не встал будить, да? Она не встала. Я, говорит, только легла, помолилась и легла. И вдруг. И больше, говорит, никогда не было. Ну и почему? Почему? Вон нежное тихое веяние ветра, Господь говорит. Вот я насчитываю жития святых. И считаю, как демоны прельщают человека. А у нас на первом этаже в барах и пургах. Все там замело. Надя копается на кухне. Рядом здесь, у нас одна комната где-то. И вдруг, как, вот так вот, где сказать. Я перестал считать. Я говорю, кто-то приехал. А мы около вокзала живем. Ну кто ночью может приехать? Не предупредили. Постояли, говорят, открыть дверь. Давай откроем. Помолились, дверь открыли, вышли. На снегу ничего, порошинки нету. Сугроб новый, наметенный, как был. Ни следа, ничего нету. А вот еще, ты скажу. Дьявол может причастие принимать? Как? Дьявол может причастие принимать? Нет, конечно. А почему же ее муж принимает причастие? Дьявол это человек. Человек покорный дьявол. Это не дьявол. Он может человек принимать. Совершенно негодный. Мало того, не крещеный принимает. Это в житиях святых говорится. Ребенок был не крещеный, приходил, причащался. А потом разобрались, а он не крещен. Нет, ну, говори, что у него прелесть. Прелесть это одно. Она-то есть отдельная... А прелестью можно причащаться? Ну, причащаются все. Почему, говорит, многие больны, немало умирают? Зачем он говорит Павел об этом? Зачем он говорил? Итак, кто недостойно причащается? Многие больны и немало умирают. Видишь, он говорит, я его не могу от причастий, да? Да, отец, настоятель храма у нас, отец Петр. Но он, знаешь, он прелести? Ну, да, он сам говорил. И он находится в бесовской прелести. Батюшка сам говорил это. Потому что он неоднократно приходил к нам домой. Мы хотели беседовать. То есть он на беседу у нас не вышел. И он, как бы, говорит, я его не могу отлучить от причастия. Он ходит, исповедуется. Но от причастия он не может отлучить. Он, я не знаю, чем это объясняет батюшка, но это и батюшки слова. Мы сейчас уже уходим, готовимся к вечерне, к вечерне богослужения. Ну, все, прощайся, матушка. Да. Хорошо, что встретились, побеседовали. Это ей память будет. Я благодарна Богу, матушка Серафима, что я, ну, Духом Святым почувствовала тебя, ну, рядышком с собой. Я тебя не знала, я тебя не видела. Ну, вот Господь подсказал, что ты Богу очень служишь верно, Матери Божией, всем святым ангелом Божьим. Меня прям к тебе прям притянуло силою. Я, когда молилась, я в храме, я почувствовала, что это все Бог даровал мне. Поэтому благодарна Богу и тебе благодарна, что ты, да, что ты вот есть. Я вот такая тоже была, как ты. Марина, подожди-ка, посмотри сюда, встань-ка. Вот это кто? К старым прибивал меня. Вот сюда подойди-ка. Вот это кто такой? Давыд. Давыд. И в Псалтире написано, Псалом Моисея, Псалом Асафа. То есть не все ему принадлежат. Да. А здесь неизвестно, кто из чего и когда. А когда? Три тысячи лет назад. Когда вошел к Версаве. Так, когда был? И он написан, какая причина даже этого? 50-го Псалома. 50-го Псалома. Не знаю, слава Богу за все. Господь с нами. Чувствуй, Господь с нами. Хранить огоркоте, Матерь Богу. Забирай все, пошли. Прощайте. Так, подожди. Я вот снова тебе вот это хочу найти, дадать тебе. А где я ее в Роспри пошла? А где она у меня, не знаю. Сейчас подключи ее к зарядке. Ну, найдешь, в храм принесешь. Да, да, ты еще побудешь. Я сегодня пойду на вечернюю, да. А завтра у тебя не будет. А завтра уже матушка не будет меня уже. Помоги их туда. Ну ладно, ну. Храни тебя Господь и Матерь Божьей. Ну все, слава Богу. О, Своей житой Матерь Божьей. Пошли, ангелы, хранители, дары Духа, Добрый, Думитель. Спаси, Сохрани, Господь. Про все Божь дарю тебе, милосердь Господь. Ты нашел подругу человека. Рады с Матерь. Спаси, Сохрани, Господь. Спаси, Сохрани, Господь. Будем переписываться, Матерь. Будем, будем, Матушка, обязательно будем. Спаси вас, Господь. И тебе, храни, Господь. Дарует Он вам силы, духовные, телесные. Ты только не звони. Хорошо. Много денег надо. Хорошо, Матушка, хорошо. Я потом, может, тебе сама позвоню. Хорошо, Матушка. А ты пиши письма. Хорошо, хорошо. Храни, Господь, Матерь Божьей. Пойдем с ночи. А уже сиди, Матушка, моя хорошая. Сиди, никуда не уходи. В своей теле. И Коля у тебя там будет выучиться, и Он там будет определить. А здесь будет трудно тебе. Хорошо, спаси Христос Ваше. Спасибо за все. Слава Христосу. Где бы ты ни была, Алина, Господь будет с тобой. Можно, можно. Можно, да? Орботик, дырнку, да? Я потом зайду после храма, после вечера. А утром, может, ты уезжаешь? Пять часов утра уже поедем. Ага. Ну ты бы после храма домой. После храма домой. А потом придешь сюда. Да, да. И мать помидор, чтобы не понять. Хорошо, Матушка, хорошо. Все, с Богом. Дядя Володя, вы можете на шнурок наступить. Я очень буду скучать по вам. Я очень буду по вам скучать. Мне вас будет очень не хватать. У меня тоже не хватает. У меня ничего не хватает. У меня тоже тоже не хватает. Да. Да. Ты там, а знаешь, что вот была, то вот. Сумку возьмем? А, взяли вошь. Да. Пустота. Пустота. С Богом. С Богом. Храни Господь тебя, Матушка. Матерь Божия, все святые ядривы, Божия. А как? Сейчас, ты Матерь Матерь Божия? Да, да. Да, да. Да, да. Все, все. Все, все, с Богом. Все, слава Христу.